Енакиево – сердце Донбасса. Уютный и чистый, что необычно для города шахтеров и металлургов, но с жестким горнятским характером. Только местные улицы и дома пропитаны не угольной пылью, а космосом. Как говорил Фридрих Шиллер, космос – это мысль Бога. И советские люди бросили вызов и попытались разгадать эту мысль. 15 апреля Енакиева отметил день рождения человека, который здесь родился и вырос – космонавта Георгия Берегового. Именно он в свое время совершил революцию в космонавтике и вошел в историю пилотируемых полетов под номером 12. Он начинал с этого самолета, я так понимаю, и в аэроклубе, а потом уже, так сказать, в качестве курсанта Ворошиловградской школы летчиков имени пролетариата Донбасса. Почти 200 боевых вылетов и каждый раз на волосок от смерти. В 44-м звании Героя Советского Союза и уже после войны работы летчиком-испытателем. 40 лет он почувствовал – в небе ему тесно, а в отряд космонавтов брали только до 30. Вы учитываете свой план? Я много лет работаю летчиком-испытателем, и поэтому испытание новой техники – это является естественным стремлением каждого летчика-испытателя. «Береговой» полетел в космос 47 лет после череды аварий на новом корабле «Союз». Полет был очень непростой. Сама подготовка была не совсем обычной. К сожалению, в начале 68-го года мы потеряли Гагарина, и после этого приходилось ему идти в космос, что тоже наложило, конечно, отпечаток на этот полет. Впервые стыковка клонировалась в ночных условиях, которая была очень тяжелой, нестандартной. Благодаря его полету «Союзы» стали главной рабочей лошадкой космонавтики, а Георгий Береговой – национальным героем. Но его душа и сердце остались в родном городе. Космических романкам придется детям спать, на коврике космическом игрушками играть. О космосе здесь говорят с детского сада, и каждый малыш знает – надо стремиться к звездам. Хотя у каждого своя звезда. Те, кто постарше, приходят сюда, в музей своего знаменитого земляка. Георгий Тимофеевич подарил нам уникальную коллекцию. Если бы не он, конечно же, никогда бы у нас не было этих скафандров, ястреби СК-2, этих спускаемых аппаратов. В городских школах ко дню рождения космонавта готовят звездные уроки, выставки, сочиняют песни, смотрят фильмы. Для того, чтобы воспитать у ребенка какие-то хорошие душевные качества, должен быть обязательно какой-то образец подражания. Удивительно, дети стремятся быть похожими на своего героя не по велению старших, а потому, что здесь так принято. Донбасс – он многонациональный, и может быть в этом и есть причина, что смешение кровей, смешение знаний, культур рождаются наиболее сильные, грамотные, целеустремленные и смелые люди. Через полгода, 26 октября, к 45-летию полета Георгия Берегового в Янакиево обещают грандиозный праздник. А это всего лишь разминка перед разбегом к звездам.